всем привет привет ну что это у нас финальная версия подведем итоги что мы все-таки сделали сейчас вам покажу смотрите просто какие фрезы ну это я сверху смотрю даже теперь когда едешь на x1 скорости внизу там на моих составах тоже самое происходит давайте начнем с экономики как я тут ее развил принципе я бы еще больше развил ну из-за фрезов может красивее бы еще города сделано так как есть так есть смотрите сколько мы застроили мы застроили по сути только пол карты до пол карты проекта граница так и не был реализован много каких именно проекта у не было реализовано из-за того что именно фрезы мешают оптимизации игры желает лучшего соответственно как бы уже выяснили самая основная нагрузка идет именно от этой игры на процессор то есть видеокарту не сильно жрет оперативной карты не сильно жрет а процессор просто игра уничтожает вот так щелк и все по всем этим я смотрю у меня за этим в игре есть рекомендуемые параметры игры ну то есть и железо вот это вот самые рекомендуемые у меня есть как раз давайте с высоты птичьего полета посмотрим какая сеть у меня жд вот так вот это вот вся жд моя сеть вот такая вот в эту сторону вот это у меня центральная магистраль сейчас чуть-чуть вот это вот центральная магистраль вот тут у меня узловой город в принципе так и не было доделать как нужно это вторая магистрали которую уходила во вторую город вот так вот ну и пошла вот тут магистрали чко так идет 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 видите она даже фризит так скажешь обет путей давайте сейчас посмотрим счет что у меня в итоге там вышло в итоге смотрите получается у меня дело следующее затраты у меня на все уходит один миллиард сто миллионов и приход у меня идет один миллиард двести миллионов но бывает даже вот больше я видел один миллиард триста вот даже скакала 1 миллиард почти 400 то есть доход просто зашкваливающий как такого дохода достиг ребятаньки во первых жд перевозки но из-за того что тут слишком длинные линии у меня сейчас покажу смотри меня некоторые линии по жд достигает просто критическое возможного перемещения вот интервал максимальным 18 минут видишь это очень долго это очень при очень долго 18 минут чтобы ты понимал игрового времени это больше года для того чтобы эффективно именно работал состава нужно хотя бы чтобы он хотел там семь минут игрового времени вот видишь плюс 11 миллионов идет но эти плюс 11 миллионов идет каждые два года один год получается ничего следующий год плюс 11 миллионов ты уже понял вот такие вот все маршруты некоторые минусовые в основном минусовые маршруты у нас тянут те которые это у нас электрички там междугородний транспорт он весь выходит в минус транспорт который ходит у нас получается с грузом он постоянно уходит в плюс вот видите вот тут вот такой узел большой ездят это еще не полностью не вся нагрузка это не вся нагрузка главная контора рейтинг у нас 244 247 не знаю принципе что это означает зачем она почему ну можно здесь посмотреть статистику дорожный транспорт 230 трамвая у 14 поезда у нас составом 54 всего лишь навсего и 15 самолетов ребятаньки вот по опыту игры да мне там получается разбросано но где-то я наиграл в игре ну 600 часов точно 600 часов точно наиграл именно в транспорт файвер 2 я на одном аккаунте и на втором аккаунте есть там вместе собрать то где-то 600 часов есть и самый имбовые тут именно техника которая дает больше всего прибыль это самолеты ребят вот все что я для себя усвоил это самолеты если ты хочешь закрыть какую-то финансовую дыру ты просто берешь самую крайнюю точку самую-самую крайне вот видите у меня находится возле завода и перевозишь какой-то груз какой-то груз с точки а в точку б если у тебя груз разнообразнейший то будет еще больше доход у меня получается тут груз второго уровня видите он не просто там какая-то пшеница просто или допустим какой-то не знаю уголь а именно уже металл идет потому что металл делается из железа и угля плавится соответственно и летит и назад он возвращается сейчас покажу маршрут летит 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 видеть какой длинный маршрут летит на вот этот аэродром знаю вас там наверно куча лагал и приземляется здесь отдает этот металл тут уже металла смотрите сколько видите 18 в 19000 это все самолеты навозили в ждшка не подвозит металл и забирает назад уже у нас товар из товар очкам возвращается понимаем до ждшка не успевает привозить именно пластмассу как бы она не успевала этого делать и в итоге у нас получается следующим образом финансы матри авиатранспорт в некоторый год выскакивает до плюс 236 миллионов это всего лишь навсего 15 самолетов из них там три пассажирских то есть получается 12 самолетов на линии которые возят они вытаскивают всю финансовую систему вот так вот а железная дорога или работает в ноль практически из-за того что там международный транспорт не дает никакой прибыли то есть получается нужно соответственно больше грузовых перевозок делать чтобы международный транспорт перекрывать еще и плюс уходить вот видите 715 тысяч было это 700 какой-то год 2738 21 миллион плюс был видать там все кто через год ездили моей с эти какого составчики все они прибыли в один момент и дал плюс так в основном минус от 108 миллионов видишь 25 миллионов сейчас потихонечку вот такие вот дела и что у нас будет в следующем ребят в следующем сезоне я хочу строить полностью русские железную дорогу на которую будет находиться вот такие все составы давать сейчас просто прыгнем на составы посмотрите как на x1 скорости я мучаюсь да ну вот что это за свой шоу то есть полностью будут вот такие вот составы будет у нас не четыре пути будет нас двух у . двух пуд очки я буду делать там будут ездить и электрички там будут ездить и товарняки товарняки у нас будут стоять на обгоне понимаете да будем в стиле городки делать и поселки вот таком вот как я последние серии делал то есть не уже понял для себя вот таком вот стиле будем делать городки не скажу может что прям сильно вот так размахиваться буду может чуть поменьше будет ну гибридный город я уже понял как делать плюс минус плюс минус чтобы доставочка в него было я понял просто макетный город не хочется делать гибридный как раз нормальненько будет и проедешься по красоте и будет логистика настроена на все сто процентов вот тут вот вот так будем все потихонечку настраивать но перед третьим сезоном перед третьим сезоном я хочу сделать такой небольшой перед их можно тут где-то проехаться на какой-то ветке чтобы она так не сильно фризе он давай на тебе попробуем пока он будет ехать честно расскажу перед третьим сезоном ребят я хочу сделать передышку от транспорт февр второго и поехать в воксель тайку у меня есть доступ официальный в альфа версию буду играть в самую-самую свежую воксель тайкун для тех кто не знает можете погуглить она еще не вышла в стиле она находится в альфа версии она похожая на транспорт февр 2 но там кубе как все там нету именно такой красоты но там просто супер супер настроена логистика и экономика игры то есть ему именно транспорт февр 2 до вокселя очень далеко там даже есть вроде бы русские составы и моды я недавно я смотрел поводили игра еще не вышла моды уже есть может кому-то не понравится из-за того что там нету такой красоты как транспорт февр 2 но она сложнее намного сложнее чем транспорт февр 2 если тут можно легко добыть допустим денежку то там уже нужно будет потрудиться все нюансы расскажу там вот источники допустим уголь тот же самое есть источники все истекаемые то есть если ты уголь возишь он рано или поздно там закончится на твой завод который производит ту же самую стали понимаешь так же самое и железная руда цепочки производства там вообще но посмотрите в первой серии все увидите я расскажу у меня там уже есть отстроенный город я покажу как он развит и потом сразу же начнем заново чтобы уже обникали все может вам понравится может вам не понравится там буквально 10 может серии может 15 серии вам покажу и потом вернемся опять в транспорт февр 2 давайте еще раз посмотрим какие хорода мы отстроили так самый первый город который мы строили который у нас миллион раз пристраивался я знаю зависает ребят мне это тоже не очень доставляет удовольствие когда вот эти вот фрезы зависает вам наверное на видео бы первый город был отстроен вот санкт-петербург ох ну вы меня понимаете да почему я хочу завершить потому что здесь уже практически неудобно тут у находится у нас одна станция пассажирская и находится станция грузовая хитрая станция грузовая сейчас покажу она охватывает весь город ребятоньки то есть здесь я по-хитрому сделал я решил не доставлять у груз именно транспортным средством теми же самыми грузовиками а напрямую доставлять груз жд вокзалом город все это было реализовано с помощью мода модус он так и называется станция модус вроде бы станция которая может выраститься в 100 модулей и я этими модулями охватил весь город вот так вот сейчас покажу поближе дети модули находятся чтоб вы понимали вот видишь модуль находится я вроде бы уже не раз рассказывал если хотите запишу отдельное видео такие маленькие лайфхаки по использованию определенных модов вот видишь вот они мод стоят эти лишь по городу оп 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 станция находится там из-за того что модульная станция можно больше их делать то есть модули вот находится вот он вот и охватывать так можно прям весь город тем самым транспортные средства которые не будут создавать здесь пробки то есть тут было такое применено из-за этого я и отказался из-за того что вот тут вот у меня до грузочный пункт был вот он большой до грузочный пункт он работает только на другой город тут мы реализовали псевдо реалистическую станцию вот такую вот первую который я хотел попробовал но опыт был хорошим вот видишь тут уже строится дома с города это мы знаем как их убрать отсюда следующий город у нас был кстати вот это вот функция с большой станции я понял такие большие станции не стоит строить надо строить такие станции по мере их необходимости то есть зря такую построил станцию следующий город был сочи это самый большой был город в одной из серии он достиг почти 6000 населения ребят но из-за того что он достиг именно такой колоссального большого населения начались именно с этого города икифризы тогда уже ему я и понял с чем мы стыкнулись вот видите какая площадочка да и он растет растет он сейчас шире растет я специальные шум добавил все добавил чтобы его затормозить рост так был наверно уже около десяти тысяч был может в третьем сезоне спецом вырастим один город который будет десять тысяч я принципе так и хочу сделать чтобы один город был большущий в режиме песочницы сделаем и так вокруг него маленькие деревеньки то есть один областной города и вокруг него деревенечки такие небольшие надо будет только придумать как их затормозить принципе можете там свои какие-то писать предположения как растить потом у нас появился вот такой вот город минск как видите автострады я все по удалял то смотрел самого начала весь сезон тут были такие красивые автострады из-за того что и и просчет идет через этот через процессор пришлось все автострады красивые по убирать они естественно тут красивые были вот тут вас автострада вот такая шла красивая красивая красиво так передвинемся теперь тут у нас узел ж.д. не знаю как он называется такой куча соединений который ведет нас завод в город неплохо справляется можно было тут запустить около 50 составов не тут разъезжались бы на ура вот такой вот мы нефтяночку делали это вторая нефтяночка первая нефтяночка наливная была сделана возле города харьков кстати это ты в отстойнике стоишь а это все все я понял это как декорный стоит и вот так у нас выглядит все это и дело давай перемещаемся теперь город это у нас кстати маневровая дизельки маневровые которые возят недалеко тут у нас но вы поняли да сырой нефть который превышается в нефть и дают постоянный плюс там получается спустя несколько лет ну потихонечку ездят так и их и не до модернизировал тут была у нас тоже автострада я ее убрал недостроенные станции в принципе одна и вторая тут на расширение их делал тоже полностью изменен весь город вот следующая нефтяночка у нас вот такая то есть каждый город у нас каким-то таким интересным объектом кстати вот это вот видео когда я снимал именно вот тут вот нефтяночку как я строил набрала на данный момент больше всего просмотра 11000 неожиданно не помню какая-то серия 11 вроде бы доставка в мегаполис она называется это у нас магистраль как вы уже поняли да все построено поехали теперь к следующему объекту ой 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 это у нас объект карьер вот так он у нас организован тоже вроде бы видос есть отдельный как я вот это все делал весь этот карьер тут у нас загружается щебеночка и щебеночка это везется назад город на переработку там получается кирпичей вот так это все выглядит потом мы начали отстраивать потихоньку псков но вот так он выглядел растет растет 2000 населения здесь ответвление то есть магистрали красивые по получались следующий у нас был город если не ошибаюсь доктор добра да вот он тут первые были попытки построить вот эти вот многоэтаженки я пробовал пытался как их построить но это первые попытки были вот тут я построил и здесь вот такие вот многоэтаженки ну естественно тут по центру парк как вы уже поняли тут с квадратиками но в моем стиле как я это люблю и сама станция вот такая вот совсем 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 по моей в сети которую я построил я вообще рассчитывал запустить около 200 состава но сейчас я понимаю что это невозможно сделать при таких фризах если при пятидесяти сколько там состава 54 составах так творится тут при 200 вообще будет это просто будет жесть идем дальше следующий у нас ой пушкин а был город их перемещайся это уже был контролируемый город ребятаньки полностью то есть я уже понимал как контролировать город как будут у нас строиться и и и как его охранить в постройке в некоторых объектах к чтобы он не занимал допустим вот парк вот тут и было доказано полностью вот видишь по центру был парк построен и и и его не застроила ни единой постройки от искусственного интеллекта это очень был такой хороший при хороший опыт я понял что можно даже и и контролировать и без мода вот это вот самое главное и и можно было контролировать без модов без установки определенных модов есть моды которые контролируют да там ставишь определенные штучки можно и без мода вот это сначала было первая практика без модов все контролировать как он там что там строится и потом мы перешли к этому городу никитовск тут я уже начал предприниматься как строить поля как вот эти вот все штучки настраивать как расстраивать аэропорт тоже у меня получается вот такой вот аэропорт расширенный получился не у не смог я убрать конечно вот эту вот сеточку с аэропорта ну выглядит конечно так себе ну как есть так есть а ой-ой фризит ой-ой как фризит и тут еще вот видите тоже у нас все так построено кусочек объекта как вы уже поняли со своими домами с небольшим вот таким вот парком мы уже поняли на принципе выглядит красиво симпатично но каждый объект для меня был каким-то оптом в какой-то постройке тут 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 теперь я понимаю как как заново там что и как начинать ну и самый-самый вот предпоследнюю вы наверно серию смотрели ой забыл вам показать этот это у нас как мини-музей паровоза у которой есть как вы уже поняли да и вон он паровоз у нас идет экскурсионный так давай переместимся к самому последнему к самому последнему городу который вы смотрели в последние две серии это у нас город железнодорожный ван самый масштабный был проект в котором были собраны все-все-все знания по контролю города как смежно строить и и и именно ассеты чтобы и было так именно и красиво и чтобы можно было и логистически подводить именно пути то есть тут было все именно стадины но в одну кучу получился вон такой он еще не застроился на и вот этих вот пустых участках должны были застроиться и и и но если там вдруг какая-то мне какая-то делька придет по заполнению каких-то данных участков или построек я бы тут их соответственно построил станция у нас вот такая как вы уже поняли да тут у нас сапсанчик приезжает за фрезы сразу же извиняюсь такая вот станция тут у нас спальные районы с высоток с чуть ниже получается домика у гаражи вот такие вот есть тут гаражи полях рожи дома панасоник вот такой вот райончик получился вместе с набережной со всеми этими красивенько сможете его посмотреть 24 25 серия я все показывал как принципе это делал ну что прощаемся с этой сохран очкой сохран очку оставляйте в steam варшкопе не буду из-за того что там прям куча нужно дополнение ставить это 280 дополнение не включая плюс еще дополнение которые нужно установить вручную прям на компьютер их около 40 то есть 240 со стима и 40 еще дополнений так устанавливать очень много и плюс еще не у каждого сможет запуститься ребятоньки из-за этого ну и встретимся в третьем сезоне ребят кому понравилось обязательно ставь лайк подписываться на канал и до новых видосиков увидимся пока